добрый день сегодня 15 12 1917 года хочу сегодня посвятить такому вопросу почему я не пойду на выбор но такая тому есть множество причин но я назову сегодня одну может быть я потом сделаю передачи еще на эту тему и так сказать раскрою другие причины обоснования для этого решения дело в том что вот одна из таких причин жкх управляющей компании я просто могу сказать у меня просто нет слов нас сделали какими-то крепостными крестьянами но это не вопрос это многим понятно что посмотрите какая вещь дохода у всех падает управляющие эти компании наращивают себе доход но я не тут не о том что как построено законодательство понимаете то есть это же можно просто я давайте вот эти коммунисты вы повыбирали этих коммунистов не исключительно вы мой зритель ну неважно в общем целом все нашпиговали везде коммунистов думе чего они написали давайте просто если бы сейчас был верховный правитель поручик иванов и там партия rp2 аграрная партия россии да чтобы было в этом случае да ну наверно бы вот существовал какой-то государственной жкх которые вот когда у коммунистов не было компьютеру было и отчетность и все лучше на порядок я вот не хвалю за стой абсолютно да вы знаете сколько я критики посвятил этому делу но если реально было в тысячу раз лучше чем обезьяне когда обезьяне дали гранату а потом копил понимаете не лучше бы только гранатой бомбили только только стало хуже стала такая муда тень что это просто нет но я и только изобретение с приходом чубой салатовать и в рау и с ну и следовательно в жкх появились чеки где вы цвета это еще чернила исчезают как у жуликов да и потом компания может я просто смотрите то есть куда на западе может быть люди так отдыхают у нас вот 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 такие папки в это не одна и посвящена это я трачу день ресурсы то есть я должен и извините вот эти громадные чеки которым написано всякое шалобудение что там написать 10 10 последних платежей с указанием и цифры цифр до платежей до размера платежей не этого нет там пишется вот у нас такой-то корреспондентский счет и там он на несколько страниц и мелким шрифтом и там чтобы найти даже цифру достаточно затруднительно ну вот у меня хорошее зрение а у кого-то бабушка сидит я смотрю в жкх мучается чтобы найти дуре вообще просто я хочу сказать конечно бы компьютер мог бы вообще убрать бумажки в принципе из нашей жизни если бы банки управляющей компании были обязаны вручить определенные сайты где бы эта информация эксклюзивно для гражданина вывешивалась и там бы и там бы как бы это вывешивалась информацией там бы человек мог это скачать через свой пароль через свой но понимаете ничего полезного компьютеры кроме вреда когда им вручили это коммунистам я говорю что это было сродни как обезьяне дали гранату еще больше стало тратиться компьютер что же мог чтобы коммунисты не переводили леса не отравляли байкал не отравляли территории но бумаг от этого от компьютера увеличилась к они пишут корреспондентский счет на пять страниц а если бы эти дебилы написали их на 20 страниц там столько атомов нету во вселенной какие они пишут себе там номера корреспонденции ну хорошо ты пиши где-то себе ты выгодной приложение которое а человеку нужно только строго цифра на и платежи так потому что вот в старых платежах даже вот вот это вот это сидит советская сидит кому низко другие она там я не спасла станцию мир меня облапошили как я ничего не смогла и не смогла даже вот написать нормальные законы унифицированные которые бы заставили компании отчитываться совершенно понятных если раньше писалось что вот платеж по такой то то есть ты мог иметь один чек и все и это считался я не слышал чтобы был или там какие-то судебные час не дай бог ты какую-то бумажку эту выцветающую который исчезающими чернилами чубы соя их иначе просто как он появился так простая система учета жкх превратилась во что-то сложно непомерно это нам сейчас должен путин выдать по одному юристу по одному бухгалтер ну это вот то что я перечисляю вот как бы мы вот они ж ничего не обещают вот эти люди бегают вот эти выборы ну и чё не бегу практически они даже ничего не обещает эти партии эти так называемые вообще парки то нету никаких есть денежные мешки вокруг которых поляшут люди которые нищие которые надо подзаработать на выборах ну ну я их где-то понимаю но они собственно говоря продают интересы россии да и нас всех продают да и потом из наших же денег и мы платят зарплату за то что бегал раздавал талончики и все это прочь это не политическая партия это херня это вот пипец извиняюсь за грубые это но не вот как бы я вот предыдущих статьях о предыдущем видео материале привел статьи которые могут вам помочь в случае но каких-то судебных тягот с управляющими компаниями вот и но я сейчас не об этом сейчас я вот хочу основной мысли закончить понимаете не как знаете с вами просто хочу порассуждать вот на эту тему да давайте просто я хочу сказать как бы сделал я очень просто ну как бы сделано будь верховная власть ведь и вот было государственные компании ну допустим они работали плохо ну надо сначала создать это же логично и не разрушить как у комиссаров жить все а потом может быть они там что-то построить а когда у вас получалось у олега френов у вас комиссар никогда у вас не получалось вас ничего разрушить да что-то построить не если построить это русский народ большой кровью когда вы поганцы коммунисты пакостите мешает и только когда вот народ там победил да вы являетесь выскакивать бьете себя по красному пузу как как знаете вот эти гиббоны да это я это мы все под нашим руководцем и ничего чтобы там отравы чтобы там только вредили пакости и так сказать мешали сделал своей тупости но дело того чем хорошо вот эти управляющие компании первых можно было в условиях новые рыночные какой-то экономики которые куда бедно у нас появилась чуть-чуть конечно значительной мере по совершенству то есть тут и государственные органы могли бы это же можно было это же не как вот глупые бабы под базарные вот эти коммунистические руководили я извиняюсь это к женщинам я не хочу отнести ну действительно смотришь какая-то вот знаете вот ну как из комедии гоголя что-то и что-то такое вот часто это бухгалтер шара несудимый вот и вот они возглавляют все вот эти вот структур но естественно можно было все это значительной степени реформировать значительно привлечь академии наук потому что то жилищное хозяйство может это трубы это коммуникации это внедрение новых технологий внедрение новых пластмасс не просто как тупо за зарыл трубу в грязь там бросил как коммунист она у него тут же сгнила значит это нужно может быть даже привлечение фундаментальной науки вот почему надо было оставить частной же компании этого не потянуть или это должна быть очень крупная компания чтобы какие-то фундаментальные исследования в этой области какие-то сделать тут вплоть до фундаментальных каких-то вещей можно было не только там прикладная наука вот но в то же время вот с государственными предприятиями если допустим 70 процентов высказались да за тсж до на товарищество собственников жилья до то конечно ну вот и можно было пойти но при этом этот сж должно было бы дать гарантии что на сделать цены расценки ниже чем в государстве а и миши мы слышим от этих коммунистов со со всех сторон там дневар из кпрф или люди готовы платить сколько угодно дебилы дебилы конченые лишь бы они знали куда эти деньги то есть если я у вас буду из кармана доставать деньги то вам пофиг что я их буду доставать лишь бы вы знали куда я их там потрачу вот то вот такая вот примерно дебилой на и вот это и это толпы чили глупую бабу найдут к или глупого мужика вот с дебильным лицом и он это толпы че толпы че и вот эта массовая пропаганда она себя очень хорошо правдой но это вот только и конечно то есть это вот этот жилищный кодекс этот это такой отстой это 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 вообще как ну вот я говорю что сегодня жкх но не только там просто период деньги она желает участвовать в прибыль то есть разные регионы на дальнем востоке там области где получают там несколько больше они тут причем она дарит а не буду там брать в два в три раза больше уж если заплакала это милявская там до богатая до шикарной квартире живущий что они югар грабят и что она знак против то чё говорить про простых граждан что они там творят в разных районах города смотришь какой гаранта берет больше чем в другом там районе там где-то может патриотичный какой-нибудь руководитель местных органов и администрации ли там чего там но в общем как-то где-то может быть как-то контролирует вот эти вопросы да хотя контролировать их все сложнее потому что вот они поставлены и сейчас во главе вот этой ужасной нашей пищевой цепочки ну я не говорю что раздали жителей как столы для кормления для таких дворян бояр бояр и вот этим бояре значит вот наяривают я у меня миланинка друг но там гаранта вот я за что купил зато и продаю подписали договора вывозе мусора и насколько же он оказался на 170 тысяч это вот эта бумажку вот эту подписать они конечно не будут выводить его сами там специализированные предприятия какие-то вот но я хочу сказать что дело в том что сегодня ну в отличие скажем от банков каких-то которые но указают люди заключать договор под доброй воле да понятно что там эти банки сады паски там у нас ну берут под пять процентов а здесь они дают по 20 процентов но все же там как бы тебя одни неволю то как с этим с управляющим когда тебе руководитель администрации ставит свою как я подозреваю родственника близкого друга там или еще кому-то и вот и когда люди там оборганизовывает но пробовали организации сажи они три года выбивали документы но это не у многих там хватало терпение сейчас вроде это немножко там легче но все равно это связано вот с массой каких-то сложностей но сейчас еще создали так такую систему судебного приказа вот я сейчас то есть когда вот кто-то там умирает катают там чеки может не может найти сразу документы лишь там но какие-то он уезжал или что-то еще вот они чувствуют по плане и начинает писать всякую чушь и от и или ждут к пока у вас чеки выцветить что якобы им там ну явно смотрят люди что но не соответствует это и ну как и дело в том что они ждут предъявят там человеке эти чеки выцветишь выцветишь или не предъявят или это может рассеянный человек там положил куда-то папку забыл там что ну что-то еще такое вот и они вот это вот выжидают а и когда с них начинает 3 а ну-ка предъявите к плоти а вы к сами к напишите вот это просто потихонечку подает мировому суде там вы издают судебный приказ и как без рассмотрения дела без всего без того чтобы она запросила банки что в какие какие платежи производились вот поэтому я советовал бы даже платить через банки потому что в некоторых банков не выцветают чеки вот не сделал не эти симпатические шут чернила да вот я не знаю даже вообще какая трудность вот у меня принтер обыкновенный и у нее не знаете когда выцветаете никогда они сделали это нам по моему постараться было по-моему иначе как в сколково господин чубас лично придумал эти чернила там наверное владимира ильича еще там бы про молочные чернила проли прочитал и и вдохновился вот и вот в этой системе ну вот вы конечно можете отменить судебный приказ написав о том что вам не предоставили там данные или что-то или представим свою так сказать оспорив соответствующий документ ну пишите заявление об отмене судебного приказа вот но я вот разбираю эти дела когда посмотришь материалы дела смотришь а чё компания представила ничего не представлю не просто написали дай нам денег мировому суде мировой судья выдает приказ по отношении человека начинаются какие-то действия на с него начинает что-то требовал вот соответственно судебное производство понятно исполнительное производство понятно какие неприятности внесет человек отрывает от дела так и так далее и я хочу сказать вот вот насколько будет наших силах сделать мы даже можно еще находясь в оппозиции добьемся что никаких вот этих вот действий каких-то судебных приказов вот это в принципе будет отменено вот и чего это они не должны доказывать те обстоятельства на который ссылается есть 56 гпк вот и вот ну вот самый что беспредел придуман ладно там судебный исполнитель там может арестовать счета банки ну ладно нормально и прочее но они еще могут блокировать средства которые вы должны банку платить то есть банк там получает барыши то очень крупный получает там кредиты на западе там вот получает там дешевые там продавая здесь за дорого или там от центрального банка помощь так сказать вот и вроде бы государство с этого имеет большой как сказать куш так сказать виде налога ну вот еще коммунистам противно про деньги они еще блокируют поступление день ну это и какой-то я я даже самодурство акт то есть вот эти вот компании которые навязаны людям получаются встали нет впереди этой пищевой цепочки поэтому и моя рекомендация очень подумайте брать ли вообще кредиты ну конечно иногда это приходится делать но я бы советовал это случае ну крайней необходимости лучше как-то надо через частный бизнес через объединение через по-новому не работать вот по этим старыми работающим схемам где наша экономика стагнирует никуда не идет на несмотря на вот сегодня я слушал трёп и из единой россии как коммунистическая дать тетечка стояла напротив же и лопотал это 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 ляля 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 вот знаете вот как слава кпс сколько хотел сказать и вот и все ну и вот понимаете вот в этих условиях как бы вот я просто вы должны учитывать что если вы берете кредит то вам еще могут заблокировать поступление ваших средств на исполнение вот ваших обязательств по вот этому кредиту и какой-то пенсионер вот он заболел взял там на зубы на то на все да он где-то задолжал там 5 10 ну конечно можно было еще как раньше сделать что человек когда получал нас лица там долги но вот он как бы рассчитывался можно было это конечно всегда напечатать деньги всегда решить вот эти вопросы не менее если человек хоть маленькую часть в дом небольшую часть выносит значит ну есть все перспективы что он расплатится что конечно вообще и там или вообще не брать никаких пени ну или сделать их пониженными таких там наоборот принимается все это накручивается и выбежал этот еще какой-то ну как не хочу сказать олигофрен ну в общем до крайности не умный человек и который значит что это вот так люди получают кредиты конечно когда одну пенсионеры если не платит ему на здоровье не хватает он вынужден там это истратить ему надо какие-то коронки поставить какие-то еще что и а по его мнению как-то он катающийся на золотой членовозки да а усыпанный алмазами это он кредит полу как ну просто углубление какой-то над здравым смыслом в общем у меня все это вызывает омерзение не вот конечно ну а может быть мне скажет ну а вот же есть там оппозиции какая-то позиция это вот вот эти вот которые сыны внуки ельцина до коммуниста ельцина на вот которые проводили конверсию которую уничтожили все учу непосильным трудом но как она всегда был всегда коммунисты мы создали флота них и семнадцатом году уничтожили все но все под корень в угоду там иностранцам да вот ну когда-то они служили германскими сейчас газдеповский так сказать интересом но всегда это были космополиты всегда это были люди без совести без чести вообще без силу ну по крайней мере я расценивать эти вот действия вот это вот все эти новшества как даже подрыв существующий убогой банковской системы который ну позволяла где-то гражданам как-то выкрутиться как взять может начать свое дело до взять кредит до чтобы как бы регулярно покрывать непомерные расходы коммунистов вот я также вот этот что отменить там пенсионерам налог на землю там на вот и на эти квартиры но это же дурость вообще просто невероятно вот эти накладки это для чего этот налог не идет это но я же понимаю там сейчас мы можем посчитать но где-то рублей по 500 допустим из человека да это там помножим на 100 миллионов грубо говоря и видим сколько себе квартир новых могут купить кому-нибудь и не для чего другого это деньги не пойдут совершенно точно никто и не говорит куда они пойдут и так всем ясно и тогда вообще для чего вот этом люди не занимаются небе но они имеют 6 соток они имеют участок чё ты ты кому не истина ты который получил фабрики сал воды все разрушил изнахратил испоганил оборудование выкинув но хорошо купи себе новой нет люб грабить ничего лукашенко не дает нам грабить беларуси вот ну и вот а знаете конечно можно говорить что там в бандерляндии еще и не то творится там бандеровцы превзошли коммунистов так все и звоняли изнахратили испоганил но вы знаете может быть там есть даже еще более странный как и как папуасия там еще давайте с этим будем сравнивать это же не какая-то индульгенция от всего вот этого вот значит и в это время еще лезут и вот эти у нас оппозиции это внучки этих коммунистов ну собчак например который говорит давайте еще больше усложним ситуацию и вот этот навальный там комсомолец да и давайте вот этот крым передадим там будем еще второй референдум дурацкий проводить то есть типа людей даже не будем спрашивать а нужными референдуме за какого-то то там навального коммуниста что ему моча в голову ударила понимать не я благодарен анатолию шари что он его так хорошо поприжал открыл вообще вот это это понятно как всем что это осложнит вообще нашу ситуацию вот с другой стороны конечно владимир вольфович да но я могу сказать проводить владимира больше волнение умов ни в чем не твердо с одной стороны обличение коммунистов это людоеды это так и и и и каждую слуну его правду а потом не спасали это гкчп вонючая да мне не нужно твою вонючая гкчп ищи шуши и спасать их повесили всех красную сволочь я бы просто было счастлив всех этих кровопийцев всех этих джугашвилисов хунвейбинов которые нам 100 лет этих он выебины пришли с семнадцатого года никому не дают жить никому не дают строить воли жкх еще управляющие этим вот я хочу сказать ведь вот наподобие жкх но у нас же было вот даже этот неграмотный коммунист муха у нас был у нас все было решено вот потом вот методика к это единственный период за все семь лет когда у нас люди не ездили стоит еще было в 90-е годы они до сих пор это в нему а вот диктатор испанский это в шестьдесят втором году решил что вообще не не было никого все получили личные автомобили шестьдесят втором году эти вот эти вот слабоумные они вот не то что вот этого не может а у них все есть уже ну там как было решено вот по образу и подобию как я нарисовал вам на картину с жкх то есть был государственный транспорт а с вместе с ним ходил и частный троня не как этот локоть нарисована говорил глупости вранья столько и все и все эти маразматики все на все это купились нет там было так и все машину нас не было больше чем сейчас и ничего вот и даже частники начинали снижать по сравнению то есть государственный транспорт конкурировал с частным то есть а еще если бы наплодить побольше вот этих транспортных предприятий да там можем ты кредиты государственными дать чтобы там безработицу как бы вот я говорю почему бы не давать кредиты в их свой авто вас все все время этот вот эти пытаетесь датировать потому что у вас ума никак не хватает коммунистам произвести ну вот выдавать беспроцентные кредиты видим машин определенные может быть государственную такую программу сделать и все но напечатали деньги до человек потихонечку течение скажем 30 лет небольшими суммами отдает зарабатывает ну и как бы вот можно было так можно было дать право скажем за материнский капитала покупать машины но мы это обсуждаем мы никогда не решит хорошо вы едите беспокойтесь ведь вот это втягивание всякую вот это вот покупку квартиру вот это вот в кредит и вот эти вот это да это долгосрочная каббала вот для чего это дается материнский капитал а если бы человека купил машину да и пусть бы он или он хотя бы небольшую часть отчислял насчет ребенка вот пожалуйста по достижению совершеннолетия ребенок бы эти деньги получил можно было бы установить такие порядки да вот если там человек подрабатывал бы или какое-то правило чтобы обязать что человек как бы был обязан вывозить ребенка за город хотя бы раз в неделю чистый воздух ну чтобы как-то влиять на здоровье мало ли какие можно умные правильные законы написать если не быть олигофреном коммунисты и вот как бы то есть вот системы я говорю что но как после того как муху а это вот тоже был коммунист но он как бы был такой коммунист он сам жил и другим доложит то есть он просто него что не вмешивался и сами сама сами люди все вот это вот все как бы сама организов но с приходом системных таких коммунистов сына большого воротилок и знатного коммунист толоконского сразу же начались статьи о том что эти лицензии вообще зачем на извоза людей такое простое дело как копать картошку возить людей на на работу надо какая-то лицензия почему это нельзя просто взял в киоск пришел маршрут работаешь по нему ну вообще можно было бы какую-то стандартную плату ввести но я знаю что коммунисты вне не не содрав на том что люди едут на работу их же обслуживать обмывать кормить чтобы они обжирались да они же не могут не сорвать ну хорошо можно же было это все упростить чтобы это было не сложно ну вот потом мы попер уголовщина вот это начали прокалывать шины бы начали это все в общем все теперь у нас новосибирске по сей день и ездит стоя в транспорте пожалуйста вот остались там стоят в пробках потому что коммунисты на начали тыкать точечные строительства то есть каждую чтобы потом не машину не поставить чтобы везде брать деньги за платные стоянки чтобы вот это все поэтому а госпожа собчак вот у нас оппозиция да когда вообще высказать что ну суть такова что всякое быдло не должно ездить на транспорте должны знатные коммунисты да вот на золотых членовозг вот то нужна вам такая позиция нужны вам такие выборы и надо сказать честно во всей этой ситуации виноваты не только правители но и народ мы никакой работы предварительные чтобы создать нечто новое настоящие партии не денежные миски что когда говоришь русскому человеку он хлопает глазами вообще просто если тупо молчит уже хорошо а то и какой-то пургу несет но если не несет то просто ничего не делает что кто-то придет вот это еще друг хунвейбинами джугашвили воспитанная что кто-то придет силе до спинка даст указание то есть люди идей когда перестали быть собственниками их отучили думать в стучили принимать решение что ты лично отвечаешь за страну и как бы тоже между тем что ты пекарь слесарь художник и тогда но ты еще должен и государством свое беспокоиться как делали твои древние предки крестьяне которые когда надо брали меч отстаивали какие-то государственные интересы правильно а ты даже не хочешь что не что-то поговорить порассуждать почему ну из ничего подлежать и камень вода не течет ну вот тротинь и как бы такой не то что там не работающий а вот социального смысле ну и останешься с тем чем есть то это в лучшем случае а как правило это еще и ситуация скатывается потому что сон разума рождать чудовища ладно я как бы высказал свою позицию поэтому вот тут я знаете рука вот хотел бы привести вопросы вот я чингисхана никогда не хвалю это была братья ну может быть чуть лучше джугашвили то есть это была кровавая скотина которая уничтожила 18 миллионов людей но однако в военном деле он кое-что понимал и он говорил такие вот замечательные слова что если ты не в состоянии победить и в настоящий момент то отступи и копи силы нет смысла никакого вот сейчас шарапаться поскольку ничего какому-то нашему наступлению в то же время я не думаю что вообще надо это ориентироваться на все это выборы вот на всю эту профанацию я думаю что мы можем через организации земства через надо забыть про все вот эти вот выбора про все вот это вот фигню понимаете и надо заняться реальной самоорганизации чем мы не делаем уже семнадцатого года вообще никак земство допустим у нас еще возникло при его не гроза он у него это понимаете но коммунисты с этим там покончили вот может быть и виде земства может быть другого вида самоорганизация может быть еще более лучшим более классно но вот как-то надо вот эти вот вопросы решать так всего доброго